Аудиотека сакральной и эзотерической литературы Влясова книга И вот начните Во-первых, главу пред триглавом склоните Так мы начинали, великую славу ему воспевали Сварога, деда богов восхваляли, что ожидает нас Сварог, старший бог рода Божьего И роду всему вечно бьющий родник, что летом протек от кроны Зимою не замерзал, живил той водою пьющим Живились и мы, срок пока не истек Пока не отправились сами к нему К карайским блаженным лугам И громовержцу, богу Перуну, богу битв и борьбы говорили Ты, оживяющий явленное, не прекращай колеса вращать Ты, кто вел нас стезею правой к битве и тризне великой О, те, что пали в бою Те, которые шли вечно, живите вы в войске Перуновом И свинтовиту мы славу рекли Он ведь восстал богом прави и яви Песни поем мы ему Ведь свинтовит — это свет Видели мы через нем белый свет Вы посмотрите, явь существует Нас он от нави уберегает Мы восхваляем его Пляшущего мы воспевали К нашему богу взывали мы Ибо тот бог землю нашу уносил Звезды держал Свет укреплял Славу творите во всем свентовиту Слава богу нашему Скорбите же сердцем нашим Этим вы смели отречься от злого деяния нашего И так притекли к добру Пусть обнимаются дети И творите Все сотворенное не может войти в расторгнутый ум Чувствуйте это Ибо лишь это умеете Ибо тайна та велика есть Как сварог и перун Есть в то же время и свинтовит Эти двое охватывают небо Сражаются тут Чернобог с Белобогом И сваргу поддерживают Чтоб не был повержен Тот бог свентовит Затем и двумя Велес Хорс И Стрибог Затем Вышень Леля Летеница Затем Рада Гощ Крышень И Коляда За ними Удрзец Сивый Яр И Дашь бог А вот Белояр Ладо Так же Купала И Сенеч И Житнич И Венич И Зернич Овсенич И Просич И Студич И Ледич И Людич За ними Вслед Птичич Зверинич И Милич И Дождич И Плодич И Ягодинич И Пчелич И Рестич И Кленич Озернич Озернич И Ветрич Соломич И Грибич И Лович Бесидич И Снежич И Странич И Свендич И Радич Святич Крович И Красич И Травич И Стеблич За Ними И Суть Родич Масленич И Живич И Ведич И Листвич И Цветич И Водич И Звездич И Громич И Семич И Липич И Рыбич Березич Зеленич И Горич И Страдич И Спасич Листвеврич И Мыслич И Гостич И Радич И Странич И Чурич Родич И Тут Семаргл Огнебог Он Чистый И Яростный Быстро Рожденный То Суть Три Главы Все Общие Сюда Ты Придешь И Тут же Служитель Ворота Откроет И Пустит Сюда В Прекрасный Сей И И И И Семаргл Течет Ра Река Там Та Что Разделяет Небесную Сваргу И Явь И Число Бог Наши Дни Здесь Считает Он Он Творит Свои Числа Богам Быть Дню Сварожьему Быть Ли Ночи И Дни Отсекает Поскольку Он Явский Он Сам В Божьем Дне В Ночи Ж Никого Нет Лишь Бог Дит Дуб Сноб Наш Славься Перун Бог Огнекудрый Он Посылает Стрелы Врагов Верных Ведет По стезе Он Же Воинам Честь И Суд Праведен Он Златорун Милосерд Как Умрешь К Сварожьим Лугам Отойдешь И Слово Перуницы Там Обретешь То Никто Иной Русской Воин Вовсе Он Не Варяг И Не Грек Он Славянского Славного Рода Он Пришел Сюда Воспевая Матерь Вашу Сва Матерь Нашу На Твои Луга О Великой Сварог И Твоей Вечной Вечной Жизни До Конца Веков Твоей 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 Завещанной От Богов И Перун Увидев Ее Возгремит Громами В том Небе Ясно И Вот Это Наше Счастье И Мы Должны Приложить Все Силы Чтоб Видеть Как Отсекают Жизнь Старую Нашу От Новой Так Точно Как Рассекают Дрова В Домах Огнищанских И Матерь Слава Крылами Бьет Идем Мы Под Наши Стяги И Это Стяги И Ясуней Глава Первая Исход Из Семеречья Вот Прилетела К нам Птица И Села На Древо И Стала Петь И Всякое Перо Ее И И Сияет Цветами Разными И Стала В Ночи Как Днем И Поет Она Песни О Битвах И Между Усобицах Вспомним О том Как Сражались С врагами Отцы Наши Которые Ныне С неба Синего Смотрят На Нас И Хорошо Улыбаются Нам И Так Мы Не Одни А С Отцами Нашими И Мыслили Мы О помощи Перуновой И Увидели Как Скачет По Небу Всадник На Белом Коне И Поднимает Он Меч До Небес И Рассекает Облака И Гром Гремит И Течет Вода Живая На Нас И Мы Пьем Ее Ибо Все То Что От Сварога То К Нам Жизнью Течет И Это Мы Будем Пить Ибо Это Источник Жизни Божьей На Земле И Тут Корова Зимун Пошла В Поля Синие И Начала Ей Страву Ту И Давать Молоко И Потекло То Молоко По Хлябям Небесным И Звездами Засветилось Над Нами В Ночи И Мы Видим Как То Молоко Сияет Нам И Это Путь Правый И По И По Иному Пути Мы Ити Не Должны И Было Так Потомок Чувствуя Славу Свою Держал Сердце Свою Мрусь Которая Есть И Пребудет Землей Нашей И Мы Ее Обороняли От Врагов И Умирали За нее Как День Умирает Без Солнца И Как Солнце Гаснет И Тогда Становилось Темно И Приходил Вечер И Вечер Умирал И Наступала Ночь А В Ночи Велес Шел К Сварге По Молоку Небесному И Шел В Чертоги Свои И К Заре Приводил Нас До Врат Ирия И Там Мы Ожидали Чтобы Начинать Петь Песни И Славить Велеса От Века До Века И Храм Его Который Блестит Огнями Многими И Стояли Мы Пред Богом Как Агнцы Чистые Велес Учил Пратцев Наших Землю Пахать И Злаки Сеять И Жать Солому На Полях Страдных И Ставить Сноп В Жилище И Чтить Его Как Отца Божьего Отцам Нашим И Матерям Слава Так Как Они Учили Нас Чтить Богов Наших И Водили За Руку Стезей Правой Так Мы Шли И Не Были Нахлебниками А Были Русскими Славянами Которые Богам Славу Поют И Потому Суть Славяне В те времена Был Богумир Муж Славы И Имел Он Троих Дочерей И Двух Сыновей Они Привели Скот В степи И Там Жили Среди Трав Как И Во Времена Отцов И Были Они Послушны Богам И Имели Разум Все Схватывающий И Там Мать Их Которую Звали Славуня Им Приготавливала Все Необходимое И Сказала Она Богумиру На Седьмой День Мы Должны Выдать Своих Дочерей Замуж Чтобы Увидеть Внуков Так Сказала Она И Запряг Богумир Повозку И Поехал Куда Глаза Глядят И Доехал До Дуба Стоящего В Поле И Остался Ночевать У Костра И Увидел Он В Вечерних Сумерках Что К Нему Подъезжают Три Мужа На Конях И Сказали Они Здрав Будь Что Ищешь Ты И Поведал Им Богумир О Печали Своей А Они Ему Ответили Что Сами В Походе Дабы Найти Себе Жен И Вернулся Богумир В степи Свои И Привел Трех Мужей Дочерям Отсюда Начало Трем Родам И Соединились Они И Славны Были Отсюда Идут Древляне Кривичи И Поляне Северяне По первая Дочь Богумира Имела Имя Древо А Другая Скрево А Третья Полево Сыновья же Богумира Имели Имена Сева И Младший Рус От них Идут Северяне И Рус Три же Мужа Были И все Три Утренник Полуденник И Вечерник Создались Роды Те Всемиречье Где Мы Обитали За Морем В Крае Зеленым Когда Были Скотоводами И Было Это За Тысячу Триста Лет До Германа Реха И В те Времена Была Борьба Великая За Берега Моря Готского И Там Прадцы Наши Возводили Курганы Из Белых Камней Под Коими Погребли Мы Бояр И Вождей Своих Павших В Сече А До Этого Были Отцы Наши На Берегах Моря У Рарики Мы Пришли Из Края Зеленого К Готскому Морю И Тут Растоптали Готов Которые Были Преткновением На нашем Пути И Так Мы Белись За Эти Земли И За Жизнь Нашу А До Этого Были Отцы Наши На Берегах Моря Ура Реки Волги И С Великими Трудностями Для Нас Мы Переправили Своих Людей И Скот На Сей Берег И Пошли К Дону А Там Готов Увидели На Юге И Гот Ское Море Увидели Мы Против Себя Вооруженных Готов И Так Были Принуждены Биться За Жизнь И Проживание Своё Когда Гунны Шли По Стопам Отцов Наших И Нападая На Них Людей Били И Забирали Скот Итак Род Словен Ушёл С земли Где Солнце Спит В ночи И Где Много Травы Тучных Лугов И Где Реки От Рыб Полны И Где Никто Не Умирает Готы Жи Были Тогда В крае Зелёным И Немного Опередили Отцов Наших Идущих От Ра Реки Ра Река Великая Она Отделяет Нас От иных Людей И Течёт В море Фасист Каспийское Тут Муж Рода Белояру Перешёл На ту Сторон Ра Реки И Упредил Нам Синьских Купцов Идущих К Фряженцам Поскольку Гунны На острове Своём Поджидали Гостей Купцов И Обирали Их И Было Это За Полстолетия До Алдореха А Ещё Раньше В древности Род Белояров Был Сильным И От Гуннов Торговцы Прятались За Мужами Белояровыми И Говорили Что Дают Серебро И Два Коня Золото Чтобы Пройти И Избежать Угрозы Гуннской И Так Пройти Мимо Готов Так же Суровых В битве И Дойти До Днепра И Коня У них Бесчисленны И Дважды Берут Они Дань Из-за Того Купцы Стекавшиеся К нам Вернулись В Китай И Не Приходили Уж Никогда Более Также Расскажем О том Как Квасура Получил От богов Тайну Как Приготавливать Сурину И Мы Должны Нарада Гущей Около Богов Радоваться И Плясать И Венки Подбрасывать К небу И Петь Славу Богам Творя Квасура Был Мужем Сильным И От богов Вразумляемым И Тут Ладо Придя К нему Повелела Вылить Мед В воду И Отсуривать Его На Солнце И Вот Солнце Сурья Сотворило То Что Он Забродил И Превратился В Сурицу И Мы Пьем Ее Во Славу Божью И Было Это В Века До Киевские И Муж Тут Был Во Сто Крат Весьма Выделен Богами И Передал Он Тайну Отцу Богу Миру Благо Миру И Тот Получил Поучение От Сворожича Как Творить Квасуру Называемую Сурейней И Это Мы Вспоминаем На нашем Радогоще И Вот Когда Наступают Дни Овсеня Мы Оканчиваем Жатву И Радуемся Этому Если Иной Не Удержит Своего Естества В этот Раз И Скажет Безумное То Это Чернобога А Другой Получит Радость И Это От Белобога Итак Мы Должны Искать Друзей И Врагов Куя Мечи Наши На силу Вражью Мы Получаем Силу Божескую Чтобы Поразить Врагов Наших С Обеих Сторон И Этот Богумир Сурью Сотворил Когда Те Предрекли Ему Славу И Были Они И Она Сурья Была Когда Боги Рекли Хвалу И Вот Установили Они Роды Для Себя И Потому Боги Причина Родов И Так Стали Иметь Они Родные Те Роды Родные 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 Киев Родные 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 Ходите по Руси и никогда к врагам. Матерь Сва славу поет нам, Чтобы мы воспевали походы на врагов. И мы верили ей, Так как эта слава исходит от птицы вышней По небу России, летящей от нас. И вот князя нашего избрали, Чтобы он заботился о нас, Так как перейдет враг за границу нашу, Если он ее не будет оберегать, созывая рать. А какие мы сами, то Сноб знает, Так как мы молили, славу вознося, Но никогда не просили его, И никогда не требовали с него то, Что необходимо нам для жизни. И вот смотрите на отца нашего Орея По облакам ходящего, Восхищающегося силою кования Перунова. И видел там Орей, Как Перун ковал мечи на врагов. И он говорил ему во время кования, Вот мы имеем стрелы и мечи на воинов тех, И не смейте их бояться, Так как повергнут они очи долу, И число воинов у них будет уменьшено До количества пальцев на руках, Так как к земле они согнутся, И станут зверями, Как поросята, измазанные грязью, И смрад свой понесут по следам своим, И будут говорить о них, Что они смрадные поросята и свиньи. Так говоря, Перунько ковал мечи, И Орей об этом говорил, А то Орей поведал отцам нашим. И такова была наша борьба за жизнь, И бои витязей много веков назад. А ныне поверили, Будто все было не так. Мы молили Велеса, отца нашего, Чтобы он пустил в небо коней Сурьи, Чтобы Сурья взошла над нами вращать Вечные золотые колеса. Ибо она и есть наше солнце, Озвещающее дома наши. И пред ним бледен лик очагов В наших домах. И сему Богу, Огнику Семарглу, Говорим мы. Покажись и восстань на небесах, И свети аж до мерцающего рассвета. Мы называем его именем Огни Божие. И идем трудиться. И так всякий день, Сотворивши молитву И удовлетворивши тело едой, Идем в поля наши трудиться. Как боги велят Всякому мужу, Которому предназначено работать Ради хлеба своего. Дождь бога вы, внуки, Любимцы божеские. И божий плуг В деснице держа Воспеваем мы славу сурьи И думаем об этом До вечера. И пять раз в день Прославляем мы богов И выпиваем сурьицу В день благости И общности с богами, Которые во сварге Также пьют За наше счастье. Как воспоем славу сурьи, Так золотой конь сурьи Вскочит на небеса. А когда мы приходим домой, Потрудившись, Там огонь зажигаем И идем ужинать. Говорим, что есть Любовь божеская к нам, И затем мы отходим ко сну, Ибо день прошел И настала тьма. Так отдавали мы Десятую часть отцам нашим И сотую властям. И так мы Пребываем славными, Ибо славим богов наших И молимся стелами, Омытыми чистой водою. Богу-мир уже Боги давали земные блага, И их мы не имели. И было у нас по-иному. Старшего вроде мы Избирали в князья, Который старое время Становился нашим вождем, Нанятым в тот раз Всеми. Те же князья были Долгое время, Пока греки не пришли, И не настал этому конец. И ныне мы Должны обеспечивать Из княжьего рода потомков, Чтобы они правили нами. А после богу-мира Был Орей с сынами. А когда гунны затеяли Великую войну За образование Своей великой земли, Мы ушли оттуда На Русь. Ныне пришли Иные времена, И мы должны браться За гужей, Тянуть вперед. И не будет Оно сказано, Что мы оставили Наши земли И взяли иные, Но скажут о нас, Что мы сильно Бились за себя. Борусичи Не оставили грекам Земли свои И бились за них. В те времена Ра, Река, Волга, Была границей С иными землями. И тогда Возжаждали враги Наши идти на нас, И должны мы были Бороться за внучат Наших, Чтобы удержать Степи наши И не отдать Землю Иным. Так же и мы Должны были делать, Чтобы не сжигать Дубы и поля свои, А сеять на них И жать Жниву В полях. Ибо имели мы Степи травные, И должны были Водить скот, Оберегая его От врагов. И был в те времена Осевший Огнищанин, И был он благ, И боги дали ему Много овец И скота, Пасущегося в степях. И было в степях Много травы, И боги давали его Скоту приплод И умножали его. И вот Предстал пред его Очами странник И сказал ему, Чтобы его сыны Пошли в землю иную, В край чудесный, Туда, Где заходит солнце, Туда, Где оно спит На золотом одре. И когда прискачет Туда всадник, Он скажет солнцу, Иди, солнце, В свои синие луга. Ты должно подняться В колесницу свою И взойти С зарей на востоке. И так сказав, Скачет он В иные края. И вечер Прискакивает След за ним. И этот всадник Говорит, Солнце зашло За горы свои И покинуло Свою золотую колесницу, А ее Ворожей Желают Утаить. И тут Приближается Всадник Скачущий В иные края. И так Заря идет И несет Искры свои И одежды Дождь боговы Трясет И искры Разлетаются До края небесного. Так он Сказал И тогда Двое сыновей Пошли туда, Куда Заходит Солнце И видели Они там Много чудес И злачные Травы И возвратились К отцу И сказали ему Как Прекрасен Тот край. И многие Племена И роды Изъявили Желание Следовать По тропе Той. И пришли Они все К тому Осевшему Огнищанину. И тут Приказал Отец Орей Сыновьям Своим Быть Впереди Всех Родов. И не Захотели Они делиться На этих И тех. И тогда Князь Единый Повел Своих Людей На Полдень. Отец Орей Повел Их В край Морской. И Была Там Суш Великая И Пустыня. И Пошли Они В горы И Там Поселились На Полвека. И Собрали Большую Конницу Прежде Чем Идти В Края Чужие. И В тех Краях Воины Встали На Тропе Их. И Они Принудили Их Сражаться И Были Разбиты. И Тогда Они Пошли Дальше И Увидели Теплые Земли И Пренебрегли Ими, Так Как Многие Чужие Племена Там Сидели. И Шли Они Дальше. И Так Боги Вели Их Как Своих Людей. И Добрались Они До Горы Великой. И Повоевав Там С Врагами Двинулись Далее. И С тех Пор Мы Должны Были Помнить Об Этому И Тянулись За Своими. И Так же Как Отцы Наши Очищались Мольбой Омываясь И Умываясь. Мольбы Творили О Чистоте Души Своей И Тела. Поскольку Это Умывание Установил Для Нас Сварог. И Купалец Указывал Нам На Это. И Мы Не Смели Этим Пренебрегать. И Мы Свои Тела. И Умывали Дух Свой В Чистой В Оде Живой. И Шли Мы Трудиться. И Всякий День Мольбы Творили. И Сурью Пили, Которую Прежде Брали. И Ее Пили Пять Раз В День. И Хвалили Богов Наших Радостно, Потому Что Сурья Молоко Наше И Пропитание Наше. И Корм, Который Идет От Коровы К нам. И Тем Мы Живем, И Травы Злачные Варим В Молоке, И Принимаем Каждый Свою Часть. И Тогда Приходили Мы К Синей Реке Стремительной Как Время, А Время Не Вечно Для Нас. И Там Видели Прасчуров Своих И Матерей, Которые Пашут В Сварге. И Там Стада Свои Пасут, И Снопы Свивают, И Жизнь Имеют Такую Жи Как Наша, Только Нет Там Гуннов, Ни Эллинов, И Княжи Там Правь. И Правь Это Истинное, Так Как Навь Совлечена Ниже Яви. И Это Дано Свентовитом, И Пребудет Так Во Веки Веков. И Это Заре Бог Шел В этот Край И Говорил Нашим Прасчурам, Которые Жили На Этой Земле И Страдали Повсюду, Где Приходилось Быть И Где Пережили Много Зла. И Здесь Они Не И Не И И Видят Зеленые Травы И Внимают Шелестом По Воле Божьей. И Это Счастье Для Тех Людей. И Так Мы Должны Будем Увидеть Степи Райские В Небе Синем. И Это Синь Идет От Бога Сварога. И И Велес И И И Ступает По Золоту И Живой Воде И Никому Там Не Дано Платить Дань И Нет Там Рабов И Жертву Приносят Которую Неверные Не Знают Даю Жить Радуясь И Творя Молитвы Отцам Нашим И Дедам Которые Сейчас В Осварге Скажем Так Трижды И Поведем Стада Свои На Разнотраве А Если Надо Вести Скот В Иные Степи Идем Другую Хвалу Богам Вознося Славу Поем До Полудня И Возглашаем Великую Славу Хорсу Златорунному Коловращающему Сурью Пьем Ее До Вечера А Вечером Если Костры Сложены Зажигаем И Славу Вечернюю Поем Дождь Богу Нашему Которого Называем Прадедом Нашим И Идем Мыться Чтобы Быть Чистыми И Совершив Омовение Отойдем Ко Сну И Так Мы Будем Объяты Великим Ничто Это Беспокойная Совесть Наша Причиной Тому Что Мы Своими Словами Обличаем Деяния И Так Говорим Воистину Благое О роде Нашем И Не Лжом И Ту Истину Рассказываем О Первом Господине Нашем С Него Пошли Князи Избираемые И Сменяемые Киська Жи Тот Шел И Вел Родичей По степям Со Скотом Своим На Полдень И Туда Где Солнце Сияет Прибыл И Придя К Нему Отец Орей Сказал Мы Оба Имели Детей И Мужей И Жен А Старшие Имели Войны С Врагами И Так Решали Чтобы Племена Соединяли Овец Своих И Скот И Становились Племенем Единым И Это Боги Предлагают Нам Мы же Видели Доблесть Их С тех Пор И Вовеки Вечны И Когда Подсчитывать Стали Голоса Одни Рекли Иначе И Тогда Отец Орей Отвел Стада Свои И Людей От них И Увел Их Далеко И Там Сказал Здесь Мы Воздвигнем Град Отныне Здесь Голунь Будет Которая Прежде Была Голой Степью И Лесом И Киська Ушел Прочь И Так же Увел Людей Своих Винные Места Чтобы Чтобы Смешались Они С Людьми Отца Орея И Те Прятки Наши Так Сотворив На землях Тех Осели И Так Киська Отошел Со Своими Людьми И Создал Землю И И Там Поселились Они И Таким Образом Отделились И Отмежевались И Решили Быть Чуждыми Один Другому Все Они Хлеб И Соли Мели И Не Перечили Друг Друг И Был Киська Так Славен И Люди Орея Славны Так Как В ту Пору Слава Текла К ним И Поля Знали Их Мечи И Стрелы И Пришли Язи В Его Край И Начали Забирать Скотину И Тогда Кисик Напал На Них Бился С ними Сначала День Потом Второй И Люди Его Бились И Грех Пришел В те Места И Многие Ели Останки И Людей Убивали И Так Сказал Отец Орей Грешим Мы Сородичами Своими И Потому От Мертвых Черно И Мертвичину Едят Что Мы Сдерживаем Себя И Стало Мерзко На Сердце Ореевым И Возапил Он Родичем Поддержите Кисика И Людей Его Седлайте Все Коней И Тогда Бросились Все На Язов И Бились С Ними До Тех Пор Пока Не Разбили И Тут Начали Ведать Истину Что Мы Имели Силу Лишь Когда Были Вместе Тогда Никто Не Мог Одолеть Нас Тоже Истинно Что Нас Не Одолели Обоих Ибо Мы Русские И Себе Славу Получили От Врагов Проклинающих Нас Они Жи Видя Житье Наше Искушались Взять Братьев Наших И Серебро С Наших Мечей И Гончарные Горшки Из Которых Их Сыны Ели Бы Но Житье Наше В степях До Конца Нашего Нам Предрекали Они Иную Жизнь А Сами Нужды В Свете Не Имеют И Эти Слова Наши Суть Истина А Их Слова Ложны Ибо Они Лож Говорят И Не Внемлют Истине Кисик Обращался К людям Своим Перед Нападением И Они Возненавидели Врагов И Пошли На Них И Победили И Это Мы Имели Знак Того Могущества Которого Не Могла Дать Я Врагам Сами Мы Были Слабыми И Так Получили Большую Силу А Враги Те Не Такую Большую Ибо Мы Русские А Враги Нет И Там Где Пролита Кровь Наша Там И Земля Наша И Это Враги Знают И Так Они Стремятся Захватить Землю Но Их Старания К смерти Приведут Как Это Было В Старину Во Времена Отцов Наших Говорили Мы Эти Слова Наизусть И Ни Одно Слово Из Утрачено И Говорили Мы Братьям Нашим Что Сила Божеская Будет На Вас И Вы Окончательно Победите Врагов Ваших Которые Хотят Ваших Земель И Тогда Они Уста Свои Наполнят Полака В Жидкой Грязи И Не Будут Брониться Будьте Сынами Своих Богов И Сила Их Пребудет На Вас До Конца Не Имели Мы Хлеба Чтобы Насытить Наше Чрево Ибо Он Сожжен Огнем И Коровы Наши Страдали Так же Как И Мы Пока Быстро Мы Не Стали 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 Сильнее Врагов Наших И Тут Орей Старый Отец Сказал И 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 Старого Отца Забьют Как Забивают Коров И Зверей Они И Скотину Нашу Крадут И Детей Убивают Как Только Старый Отец Это Изрек Мы Ушли В Иные Земли В Которых Течет Мед И Молоко И Эти Земли Искали Все Три Сына Орея И Было Это Кий Пощек И Горовата От Коих Истекли Три Славных Премени Сыновья Были Храбрыми Водили Дружины Садились На Коней И Ехали И За ними Шли Дружины Юношей Скот Коровы Повозки С Запряженными В них Быками Овцы Дети Охраняемые Старцами А Так же Больные Люди Так Шли На юг К морю И Мечами Разили Врагов Шли До Горы Великой До Долины С травами Где Много Злаков И Там Освоился Кий Который Начал Обустраивать Киев Ставший Русским Вести Пренебрегли Злом И Пошли Туда Куда Орей Говорил Коровы Есть И Кровь Ваша Просто Русичи Не Слушайте Врагов Которые Говорят Недоброе Отец Орей Идем Так говорили мы Что имеем Прекрасный Венец Нашей веры И не должны Мы принимать Чужую И тут Князь наш Говорил Что мы Должны Идти К Ясу Небоярской Чтобы мы Предохранили Ее От Вражеской Победы Рано Или поздно Наступит Время Последнего И пусть Мы будем Иметь Силу Нашу Во степи Матери Солнца Она Стережет Охраняет Нас И Крылья Распускает Во все Стороны А Тела Наши В середине И Голова Ясуни На плечах В венце Славном Она Не может Ее Лишиться В сече Голова Матери Сва Ясун И Уберегали Ее До этого Дня И Когда Чехи Пошли К закату Солнца С воинами Своими И Хорваты Забрали Своих Воинов Тогда Некоторая Часть Чехов Поселилась С русскими А также Их земля Не отделилась И с ними Образовалась Рускулань Киже Уселся В Киеве И мы Ему Подчинились А с ним Русь Собралась Воедино А если Будет С нами Иная Сила То Не Пойдем На Нее Потому Что Она С Русь Ю Вначале Мы Были Там Где Заходит Солнце Оттуда Пошли К солнцу До Непры Реки К Днепру И Взял Там Кий Укрепленный Град В котором Прибывали Иные Славянские Роды И Там Мы Поселились Огни Зажигая Дубу И Снопу Который И есть Сварог Прощур Наш И В тот Раз Напал На Нас Новый Который В этой Сечи Кровь Прощуров Наших Пил И Рати Свои Устремил На Нех Кий Увидя Вражеских Воинов И Воины Перу Набросились На Них И Тратили Силу До Тех Пор Пока Те Не Побежали Показывая Свои Зады И Вот Племя Язв Напала На Нас И Сечи Была Великая И Похищено Было Все До Последнего И Видя Это Наши Воины Говорили Боги Наши Прогонят Врагов Наших Ибо Вышень Грядет На Смертных И Говорил Он Нам Дети Огораживайте Свои Города От Нападений Чтобы Были Они Суровыми И Крепкими И Это Сварог Посылает Меня К вам Чтобы Сила Небесная Была С вами Так же Говорил Вам Бережет Орэй Шел Перед Нами Кей Умер Тридцать Лет Владев Нами И Вот Отец Орэй Шел Перед Нами А Кей Вел Рузов И Щек Вел Свои Племена А Хорэв Своих Хорват И Шли Они Из Земель Тех И Так Было Внущено Богами Когда Отошли Хорэв И Щек Отсюда Чтобы Мы Сели В Карпатских Горах И Там Были Другие Города Построены Иными И Нажили Иные Соплеменники Богатство Великое И Вот Враги Напали На Нас И Мы Побежали Киеву Граду И До Голуни И Там Поселились Огни Свои Возжигая До Сварги И Жертвы Творяв Благодарность Богам И Так Ж Себе И Тут Кий Умер Тридцать Лет Владев Нами А После Него Был Лебедян Его Же Называли Славер И Тот Жил Двадцать Лет Потом Был Верен Из Великограда Также Двадцать Затем Сержень Десять С теми Львами Побеждали Витязи Врагов Несшихся Лихими Тысячами Тьмами На сынов Наших И Грядущих На нас И На вас И Тут Готы Пришли В степи Зло Творя Нам И Тогда Доблесть Получили Прадцы Наши Борясь За Жизнь И Стали Славянами Ибо Славили Богов И Так Мы От Богов Внуки Сварога Нашего И Дождь Бога И Тогда Мы Терпели Зло А Прежде Силу Имели Великую И Защищались От Нашествия Готтов Врагов Почти Шесть Лет И Тут Эльмеры Нас Поддержали И Мы Побили Вражеских Витязей И Так Десять Царей Взяли Тех Что Были Как Волки Принявшие Львиную Храбрость Когда Мы На них Напали Те Стали Менять Овец И Овощи И Клялись Самим Небом Предрешено Было В старые Времена Чтобы Мы Сплотились С иными И Создали Русколань Великую Рождена Была Русколань Наша Близ Галуни Где Стало У нас Триста Городов И Сел Дубовых Домов С очагами Там И Перун Наш И Земля Наша И Вот Птица Матерь Сва Поет О Дне Том И Мы Со всеми Ждали Время Оное Когда Завращаются Сворожьи Колеса У нас Это Время После Песни Матери Сва Наступит Говорили Мы Матери Сва Когда Терпели Беды Хорошо Обороняй Землю Нашу Вендов Которые Ушли На Запад Солнца И Там Перед Врагами Землю Пашут И Шаткую Веру Имеют Всегда Побеждают Из-за Иной Веры Боровин же Говорил Что Он Силен И Люди Его Верят Словам Тем А Иные Глупцы Изумленные И Не Верили В это До тех Пор Пока Не Прозрели Венды Вернитесь На Земли Наши В Степи Древние И Поглядите На Вспаханные Поля Которые Были Бедными До Прихода Нашего Из Семеречья Пока От Врагов Дасу Нами Не Были Очищены И Птица Сва Говорит Когда Огонь И Смерть Несется К нам Превращая Галунь В Погорелище Боги Боги Поливайте И Дождем Дождите Ибо Та Земля Бедная И Разоренная И Конями Затоптанная Так Как Язи Забирают Сыновей Ее Протекая На Конях По Земле Это Боги Посылают Степи Демонов Дасу Из-за Того Что Мы Пренебрегаем Богами И Мы Должны Были Их Слушаться Не Так Как Во Времена Антов Те Анты Многих Побеждали Мечом А Ныне Погребены И Лежат В Домах Ваших Которые Чужды Нам И Которые Строят По И Ному Глава Вторая Русичи В Сирии И Египте Принесяв Жертву Белых Коней Ушли Мы Семеречья С гор Ирийских Из Загорья И Шли Век И Так Как Пришли В Двуречи Мы Разбили Там Всех Своей Конницей И Затем Пошли В Землю Сирии И Там Остановились А После Шли Горами Великими И Снегами И Притекли В степи Со Своими Стадами И Там Скифами Первонаперво Были Наречены Наши Прощуры Правь Их Охраняла От Нави Ибо В великой Борьбе Она силы Дает Отражать Врагов И Вот После Этих Битв Мы Пришли К Карпатским Горам И Там Поставили Над Собой Пять Князей И Города И Села Строили И Были Теснимы Многими Врагами Это Земля Заявью Мы Решили Строить Сто Городов Хорсунь И И И И Затем Возведенные Но Рускалань Раздирали Смуты Творившиеся На юге А Борусы На севере Много Претерпели Потому что Враги Не хотели Нашего Породнения Чтобы Русские Роды Соединились А В Рускалане Те же Два Рода Оборонялись На Сурожи И Звали Суренжане Русов И Борусов На Битву И Борьбу И Была Это Борьба Суровой И Долгая Вражда Между Родами Раздирала Русь И Вот Прадцы Наши Были Словно Медведи С Мечами И Так Им В старые Времена Говорили Делайте Железо И берите Коней Которые Текут От Богов К нам И Так Была Рускалань Сильной И Твердой И Было Это Из-за Перуна Поддерживавшего Нас Сколько Раз Мы Извлекали Меч И Отражали Врагов От Себя Ибо Вожди Ариевых Родов Были Сильны Как После Питья Солнечной Сурии Было Это В Старину В Это же Время Мы Не Имели Единства И Были Мы Как Овца Без Велеса А Он Говорил Нам Что Мы Должны Ходить Прямо И Никогда Криво Но Мы Его Не Послушали И Напрасно Мы Не Истерегались И Потому Нас Пратцев Забрали И Были Угнаны Русы На Псуром И Случилось Это Из-за Вражеских Нашествий И Напали На Нас Отсюда И До Светлого Моря И Пошли Мы Клонить Головы Свои Под Вражеские Бичи И Те Сильные Враги На Русь Напали С Трех Сторон И Наши Люди Пошли Под Напсура Царя А Затем Ушли Солнечный Египет И Недолго В те Годы Давали Мы Дань Но Прошли Дни И Русы Убежали От Напсура И Бо Мы Пра Цы Не Потекли За Ним А Пошли К К Нашим И Там Мы Сложили Песни Наши Об Индре И Валу И Бились Мы Как Львы Бились Вместе С Богами И К Своим Богам Наших Отцов Не Принуждал Никто Единственное К смеху То Что Мы Должны Были Платить Подать Мы То И Никогда Не Смели Если Дань Терпели А Князем Был Тогда Набсур Который Нас Под Себя Взял И Мы Отдавали Ему Своих Юношей Для Войны И Тогда Мы Претерпевали Побои Палками По Половым Органам И Чреслам И Щекам И Не Могли Это Стерпеть Мы Не Могли Так И Говорили Что Это Нам Не По Сердцу И Было Это В тот День Когда Случилось Великое Землетрясение И Земля Вертелась И Многие Возносились К Суварге И Тогда Кони И Волы Метались И Ревели И Забрали Мы Свои Стада И Бросились К Северу И Спасли Наши Души Итак Если Мы Будем Хранимы Богами Не Утратим Мы Своих Сынов Дочерей А Также Жен И Будем Мы Просто Передавать Им Наследство И Не Будем Мы Сметены Потому Что Не Пойдем Впереди Рати Набсура И Дань Будет Наша Мы Ходили Словно Потомки Псов И Могли Быть Горд И Что Не Берегли Себя И Вот Магура Поет Песни Свои Осечи И Эта Птица От Индры Взошла И Индра Был И Пребудет Навеки Тем Самым Индрой Которая Вместе С Перуном Все Брани Начинает И Было Так И Вещала Она Правду Ярую До Полуночи И Лучше Нам Погибнуть Нежели Быть Под И Жертвы Приносить Их Богам Были Они У Карани И Это Был Маленький Город На Берегах Морских Русских И Там Был Князь Который Повелел Бить Эллинов И Отогнать Их От Руси И Он Снарядил Рать И Конницу И Пошел На Них И Поролся С ними А Эллинов Эллинов Плакали Плакали Печали Своей И Просили Чтобы Им Платить Дань И Собирали С них Дань Овец На Заклание И Вино И Тогда Эллины Видя Что Русичи Много Пьют Решили На Них Наброситься И Побороть И И Пришел Волх На Заклание И Брат Его Соловей И Они Сказали Русичам Не Напивайтесь Этими Дарами Но Русичи Их Не Послушали И Вот Напились И В тот День Эллины Набросились На Них И Разбили И И Погибель Свою Видя Русичи Отошли В степи И Там Осели И Силы Свои Собрали И Пошли Обратно На Врагов И Победили Их Ибо Боги Нас Поддержали И Руки Наши Укрепили И Мы Одержали Победу И Вот Бьются Враги И Так Говорят Что Они Растригут Овец И Сами Будут Тем Краем Владеть Так Он Прекрасный И Они Его Не Отдали И Вот Мы Триглаву Молились Великому И Малому И Тот Триглав Предостерегал Нас И Быстро Он Скакал На Коне Врагов Поражая И И Увидели То Что Боги Берут Верх Над Врагами И Увидели Что Убитые Богами Мертвы И Нам За ними Следует Убивать И Видеть Многих Мертвых Тел И То Как Великая Рать Перунова Набросится На них И И Разобьет И Вот Сворожичьи Слева Идут И Принесли Они Нашу Победу В своих Руках Роду Славному Поддержавшему Славу Отцов И До сего Дня На поле Не Могут Противостоять Враги Могучему Богу И Вот Желя Жалуется Над Врагами И Горыня Горюет О Смерти В Которую Повергаются Они Руками Божьими И Вот Карна Плачет Этих Мертвых Которые Стояли На Тропе Божьей И Умерли И Поля Эти Заполнены Мертвыми Кощунниками И Отсеченными Головами И Членами Отрезанными От Телу И Все Это Лежит На Траве И Смрад Идет От Этого Поля И Вороны Летят Сюда Клевать Останки Мертвых Тел И Есть Нежное Человечье Мясо И И Сварог Который Создал Нас Сказал Рею Сотворены Вы Из Пальцев Моих И Будут Про Вас Говорить Что Вы Сыны Творца И Будете Как Дети Мои И Дождь Бог Будет Отцом Вашим И Вы Должны Слушаться И Он Вам Скажет Что Вам Иметь И О Том Что Вам Делать И Как Говорить И Что Творить И Вы Будете Народом Великим И Победите Вы Весь Свет И Растопчете Роды Иные Которые Извлекают Свои Силы Из Камня И Творят Чудеса Повозки Без Коней И Делают Разные Чудеса Без Кудесников И Тогда Всякая Из Вас Будет Ходить Словно Кудесник И Пропитание Для Воинов Будет Создаваться С Помощью Заклятий Но Воины Станут Рабами Многословия И От Многих Тех Словес Вы Лишитесь Мужества И Станете Рабами Дани И Золотых Монет И За Монеты Захотите Продаться Врагам И Тогда Вам Боги Скажут Любите Завет Отца Орея Он Для Вас Свет Зеленый И Жизнь И Любите Друзей Своих И Будьте Мирными Между Родами И И С тех Пор Было Семьдесят Князей Наших Таких Как Мизислав Баруслав Комони Бранец И Горислав И Тогда Иных Избирали Навечи А других Отлучали Если И люди Не хотели В то Время Князи Много Трудились И Был Тогда Кышек Велик И Мудр И Умер Он А После Него Были И И Каждый Творил Что-нибудь Хорошее И Русичи Это Удержат В памяти Потому Что Мы Всегда Их Славим На Каждой Тризне Трижды Почитается Память Их Сыновьями И Никто Не Смеет Об этом Забыть Так Как Получит Проклятие Божеское И Человеческое И Люди Имя Его Охают Навеки И Вот Умом И Храбростью Окрепнув Прошли Мы К Восходу Солнца С Обеих Сторон Реки Видя И Там Осели Где Матерь Сва Указала И Она Обе Стороны Крыльями Отвоевала И Также Забрала Землю Ту И Оборонила Ее Дасу И Гуннов А Также Готам Обратила Стрелы И Мечи Оточенные От Морских Берегов Готского Моря Шли Мы До Днепра И Нигде Не Видели Иных Бродяг Таких Как Русские А Видели Свободные Племена Гуннов И Языгов И Сами Их Увидели Которые С Нами Стали Воевать И Раздирали Нас На части От Утра До Утра Мы Видели Зло Которое Творилось На Руси И Ждали Когда Придет Добро А Оно Не Придет Никогда Если Мы Силы Свои Не Сплотим И Не Дойдет До Нас Одна Мысль Которую Глаголит Нам Глаз Працев Внимайте Ему И Потому Ничего Другого Не Делайте И Тогда Пойдем Мы В степи Нашей Бороться За Жизнь Нашу И Бо Мы Воины Княжеские А не Скоты Бессловесные Которые Не Ведают Что Творят Глава Третья Славянские Племена В те времена Славуня И Там Матих Которую Звали Славуня Им Приготавливала Все Необходимое И Сказала Она Богу Миру На Седьмой День Мы Должны Выдать Своих Дочерей Замуж Чтобы Увидеть Внуков Так Сказала Она И Запряг Богу Мир Повозку И Поехал Куда Глаза Глядят И Доехал До Дуба Стоящего В поле И Остался Ночевать До Утра И Увидел Он В вечерних Сумерках Что К нему Подъезжают Три Мужа На Конях И Сказали Они Здрав Будь Что Ищешь Ты И Поведал Им Богу Мир О Печали Своей А Они Ему Ответили Что Сами В Походе Дабы Найти Себе Жен И Вернулся Богу Мир В степи Свои И Привел Трох Мужей Дочерям Отсюда Начало Трем Родом И Соединились Они Славны Были Отсюда Идут Древляне Кривичи И Поляне Ибо Первая Дочь Богумира Имела Имя Древо Другая Скрево А Третья Полево Сыновья же Богумира Имели Имена Сева А Младший Рус От Них Идут Северяне И Рус Три Жем Уже Были Все Три Утренник Полуденник И Вечерник Часть Третья О Потомках Щека Подробнее о начале нашим расскажем так За тысячи пятьсот лет до Дира Прадеды наши дошли до Карпатской горы И там они сели и жили спокойно Потому что роды управлялись отцами родичей И старшим вроде был Щеко из иранцев И Паркун нам благоволил И тут мы стали чехами и так жили пятьсот лет А потом ушли от чехов на восход солнца И шли до Днепры Днепра Река же-то отечет к морю И мы у нее уселись на севере Там, где речка, именуемая Припятью, втекает в Днепр И там мы поселились и пятьсот лет вечем управлялись И были богами хранимы от многих, называемых языками И было там много эльмерцев, оседлых огнищан И так мы скот водили в степи и там были хранимы богами Может быть, это предвидел Орей, что мы будем иметь много золота и будем жить богато И вот языцы отошли на полдень и оставили нас одних И так шли мы туда, куда выводят скот и быков наших И вещали тут птицы-сирены Во множестве прилетая к нам И галки, и вороны над едой летали И было в степях много еды, так как напало на нас племя костобоких И открылись многие раны, и пролилась кровь Те внезапно отсекали головы врагам своим, и их ели вороны И так стрибы свищут во степях, и бури гудят до полуночи Небезопасно было та сеча великая Языцы и костобоки и разили и со злобой отсекали И воровали быков наших И так продолжалась эта борьба двести лет И наши родичи тогда ушли к ляхам И там осели за сто лет до годов Германа Реха А те озлобились на нас И тут была борьба великая И готы были потеснены и отогнаны к Донцу и Дону И Герман Рех пил вино за дружбу с нами после наших воевод И так была утверждена новая жизнь Легенды о Тиверцах Велесову книгу сию посвящаем Богу нашему Который есть наше прибежище и сила В он и времена был муж И был он благ и доблестен И назвали его отцом Тиверцев И тот муж жену и двоих дочерей имел А также скотину, коровы и множество овец И жили они во степях, где не было мужей для дочерей его И молил он богов о том, чтобы род его не пресекся И дождь бог услышал мольбуту И по мольбе дал ему измоленное Так как настало для того время И вот прошел он между ними и начал ворожить И наворожил ясную тучу И тут бог Велес принес отрока И мы пошли к богу нашему И стали ему возносить хвалу Будь благословен, вождь наш И ныне, и присно, и от века до века Изречено это кудесниками Они и прочь уходили и назад возвратились И дошли Тиверцы до Синя моря И Сура же к вам И вам сказали Как мы сами помним В старые времена сплотились анты От язов спасаясь И так же было много крови пролитое И на ней Русь стоит Поскольку мы кровь руду пролили И так навеки до конца и будет От земли нашей пошли славянские племена и роды И мы славили богов, никогда не прося их Лишь славя их сил А так же величали мы пращура Нашего Сварога Который был, есть И пребудет вождем нашим Навеки и до конца Там Перун идет Тряся золотой головой Молнии посылая в синее небо И оно от этого твердеет И Матерь Слава поет о трудах своих ратных И мы должны ее слушать и желать Суровой битвы за Русь нашу И святыни нашей Матерь Слава сияет в облаках, как солнце И возвещает нам победы и гибель Но мы должны родить о вечном Потому что земное против него ничто Мы сами на земле, как искра И сгинем во тьме, будто не было нас никогда И так слава отцов наших Придет к Матери Славе И пребудет в ней до конца веков земных И иной жизни И с этим мы не боимся смерти Ибо мы потомки Дашь Бога Родившего нас через корову Земун И потому мы Кравинцы, коровичи Скифы, анты, русы Барусины и суржцы Так мы стали Дедами русов И с пением идем В Осваргу с ворожью синей В старые времена рыбоеды Нас оставили Не желая идти в наши земли И говоря, что им и так хорошо И так они погибли И не стали плодиться с нами Умерли, потому что от неплодных Ничего не осталось И неизвестно ныне О тех костобоких, которые ждали помощи От самой Сварги И перестали трудиться И вышло так, что они были Поглощены лирами И тут мы сказали, что это правда Что ничего от них обоих Не осталось Так как лиры были Поглощены нами И не имеем мы теперь их И так Дулебы повернули от нас На Борусь Мало осталось лиров И они были наречены нами Эльмерцами Потому что поселились они Возле озера Тут венды уселись дальше А эльмерцы остались там И так их было мало И говорила Сва в поле нашем И била крыльями Матерь Сва И пела песни к сече И та птица не есть солнце Она та Из-за которой Все стало Глава четвертая Войны с греками и римлянами Напрасно мы забываем Доблесть прошедших времен И идем неведомо куда И так мы смотрим Назад и говорим Будто бы мы Стыдились познавать Обе стороны Прави и Нави И быть думающими И вот Даш Бог Сотворил нам это И то Что свет зари нам сияет Ибо В той бездне Повесил Даш Бог Землю нашу Чтобы она была Удержана И так Души пращеров Сияют нам Зорями из Ирия Но греки нападают на Русь И творят злое Во имя их богов Мы же сами Мужи и неведующие Куда бежать И что делать Ибо что положено Даш Богом В праве Нам неведомо А поскольку Битва эта Протекает в Яве Которая творит Жизнь нашу А если мы отойдем Будет смерть Явь Это текущее То что Сотворено Правью Явь Навь же После нее И до нее Есть Навь А в праве Есть Явь Поучились мы Древней мудрости Верглись душами В это Поскольку Это вокруг нас Сотворено Силой Богов Это мы Узрели в себе И это Дано Как дар Богов И это Требуется Нам Ибо Делать Это Значит Следовать Прави И вот Души Прасчуров Сияют Нам Из Ирия И там Жаля Плачет О нас И говорит Нам Что мы Пренебрегали Правью Навью И Явью Пренебрегали Мы Сим И были Глухи К истине И мы Не достойны Быть Даже Боговыми Внуками Ибо Лишь Моля Богов Да Имея Чистые Души И Тела Наши Будем Иметь Жизнь С Пратцами Нашими В Богах Слившись В Единую Правду Так Лишь Мы Будем Даш Боговыми Внуками Смотри Русь Как Велик Ум Божеский Единый С нами И Ему Творите Славу И Провозглашайте Ее С Богами Воедино Бренная Есть Наша Жизнь И Мы Сами Так Ж И Словно Коням Нашим Нам Придется Работать Живя На земле С Тельцами И Овцами В Сытости И Убегая От Врагов На Север И Вот Виделось В Наве Там Огнебог Влачась Уходил От Причудливого Змея И Затопляя Землю Текла Кровь Из Змея И Он Лизал Ее И Тут Пришел Сильный Муж И Рассек Змея Надвое И Стало Два И Рассек Еще Раз И Стало Четыре И Этот Муж Возопил Богам О Помощи И Те Пришли На Конях С Неба И Того Змея Убили Потому Что Сила Его Не Людская Не Божеская А Черная И Этот Змей Суть Враги Приходящие С Юга Это Боспорские Воины С которыми Наши Деды Сражались В Сураже Свет Будет Над Нами И Мы Идем Туда Где Видим Горящую Землю У Лукоморья Всякий День Обращаем Взор К Богам Которые Есть Свет Его же Мы Называем Перун Даш Бог Яр И Иными Именами И Поем Мы Славу Богам И Живем Милостью Божией До тех Пор Пока Жизнь Имеем В Сураже Были Враги Наши Которые Змеями Ползли И Грозили Нам Болями И Смертью И Лишением Живота И Всем Им Явился Бог Сильный И Бил Их Мечом Молнией И Они И Спустили Дух И Сурья Светит На Нас И К Нам И Все Увидели Сначала Как Славу Сурьи Застилает Дедова Тень Приносящая Зло И Как От той Тьмы И Зашло Злое Племя Демонов Дасу И То Злое Племя На Пращуров Наших Натекло И Напали Они И Потому Многие Ушли И Умерли Хотят Чтобы Земля Наша Отошла К Грекам Но Мы Ее Не Отдадим Потому Что Она Наша И Мы Не Упустим Ее А Сотворенный Тот Змей Есть Погибель Наша Мы Мы Должны Сражаться И Животы Положить За Землю Нашу Она Тянется От Нас До Полян И Дреговичей И Русов Тянется До Моря И Гор До Степей Полуденных И Это Есть Русь И Только От Руси Мы Имели Мощ Потому Что Мы Даш Боговы Внуки Мы Молили Пота Рады Чтобы Он Не Зверг Огонь Чтобы Он Позволил Матери Сва Славу Принести На Крыльях Своих Про Отцам Нашим И Ей Мы Песни Поем Возле Костров Вечерних Где Мы Рассказываем Старыми Словами О Славе Нашей О Святом Семеречье Нашим Где Мы Имели Города Где Отцы Наши Сражались И Эту Землю Мы Покинули Идя К Земле Иной Где Мы Должны Теперь Удержаться И И Древности Мы Взяли Голунь Нашу И В Этой Земле Сотворили И Города И Села И Очаги И Вот Омоем Телеса Наши И Души Наши Чтобы Была Чистую Русская Голунь Где Сильно Бьются И На Врагов Наводят Страх И Изумление И Баат Пастбищ Где Овцы Ходят Простирается Земля На День Пути От Нас До Иных Где Творится Иное Где Были Мы В Старые Времена Где Одолели Нас И Там Мы Узрели Руку Угрожающую Нам И Видели Суровый День Который Хотел Крови И Мы Ее Прольем За Землю Свою Русскую В Русских Городах Камни Вопиют Нам И Мы Решились Идти И Смотреть Смерти В Глаза Почтите Сына Моего Который Умер За Нее Сурожи Свет Будет Над Нами И Мы Идем Туда Где Видим Горящую Землю У Лука Морья Всякий День Обращаем Взор К Богам Которые Есть Свет Его Жи Мы Называем Перун Даш Бог Яр И И Иными Именами И Поем Мы Славу Богам И Живем Милостью Божией До Тех Пор Пока Жизнь Имеем В Сурожи Были Враги Наши Которые Змеями Ползли И Грозили Нам Болями И Смертью Лишением Живота И Всем Им Явился Бог Сильный И Бил Их Мечом Молнией И Они И Спустили Дух И Сурья Светит На Нас И К Нам И Все Увидели Сначала Что Славу Сурьи Застилает Дедова Тень Приносящая Зло И Как От Тьмы Изошло Злое Племя Демонов Дасу И То Злое Племя На Прасчуров Наших Натекло И Напали Они И Потому Многие Ушли И Умерли Также Расскажем О том Как Квасура Получил От Богов Тайну Как Приготавливать Сурину И Она Есть Утоление Жажды Которую Мы Имели И Должны На Радога Щекол Богов Радоваться И Плясать И Венки Подбрасывать К небу И Петь Славу Богам Творя Квасура Был Мужем Сильным И От Богов Разумляем И Тут Ладо Придя К нему Повелела Вылить Мед И Воду И Осуривать Его На Солнце И Вот Солнце Сурья Сотворили То Что Он Забродил И Превратился В Сурицу И Мы Пьем Ее Во Славу Божью И Было Это В Века До Киевские И Муж Тот Был Во Сто Крат Весьма Выделен Богами И Передал Он Тайну Отцу Богу Миру И Тот Получил Поучение Небесное Как Творить Квасуру Которую Называют Сурыня И Это Мы Вспоминаем На нашем Радогаще И Вот Когда Наступают Дни Овсеня Мы Оканчиваем Жатву И Радуемся Этому И Если Иной Не Удержит Своего Естества В Этот Раз И Скажет Безумное То Это Чернобога А Другой Получит Радость И Это От Белобога Итак Мы Должны Искать Друзей И Врагов Куя Мечи Наши На силу Вражью Мы Получаем Силу Божескую Чтобы Поразить Врагов Наших С Обеих Сторон И Этот Богумир Сурью Сотворил Когда Те Предрекли Ему Славу И Были Они И Она Сурья Была Когда Боги Рекли Ему Хвалу И Вот Установили Они Роды Для Себя И Потому Боги Причина Родов И Так Стали Иметь Они Родные Те Роды И Теперь Сварог Отец А Прочие Суть Сыны Его И Мы Должны Были Покоряться Ему Так же Как Покорялись Родителю Потому Что Он Отец Нашего Рода И Этот Род Воины От Кия До Князей Киевских И Когда После Готской Войны Обрушилась Русколань Мы Ее Оставили И Притекли К Киеву И Уселись На Земле Той Где Мы Вступили В Борьбу Со Степными Врагами И Тут Мы Оборонялись От Них И Так Было Через Тысячу Триста Лет После Века Киева Через Триста Лет После Жизни В Карпат И И Тысячу После Основания Киева Тогда Одна Часть Ушла К Галуни И Там Осталась А Другая Дошла До Града Киева И Первая Это Русколаны А Другая Те Которые Сурень Чтили Ходили За скотом И Стада Водили Десять Веков По Земле Нашей И Вот Та Голунь Была Градом Славным И Имела Триста Городов Сильных А Киев Град Имел Меньше Десять Городов На Юге Они Сеяли Жали Жито И Там Отдавали Грекам В обмен На Золотые Цепи Монеты И Ожерелья И Сами Носили Их В обмен На Пиво И Вино Грекам И Разводили Овец Для Этого Обмена И Те Русы Создали На Юге Град Сильный Сурож Который Не Создать Грекам Но Они Его Разрушили И Хотели Русских Побить И Потому Мы Ходили На Них И Разрушали Села Греческие Эллины Жесии Враги Рускаланам И Враги Богам Нашим В Греции Ведь Не Богов Почитают А Людей Высеченных Из Камня Подобных Мужам А Наши Боги Суть Образы И Когда Бились Сготами Которые Надевали На Головы Свои Воловьи И Коровьи Рога И Кожами Облекали Чресла Свои И Мнили Этим Устрашить Русских Тогда Мы Снимали Свои Портки И Оголя Чресла Свои Шли В Бой И И Их Побороли И С Тех Пор Мы Ходим Оголенными На Сражение И Побеждаем И Также Когда Греки Стояли Боясь Вынуть Меч Из Ножен Они Были Измождены Своим Одеянием И Были Словно Жертва Которая Должна Пасть На Землю И Та Будет Пить Ее Кровь Когда Из И Сходить Жизнь Когда Наши Прощури Сотворили Сурож Начали Греки Приходить Гостями На Наше Торжище И Прибывая Все Осматривали И Видя Землю Нашу Посылали К нам Множество Юношей И Строили Дома И Грады Для Мяны И Торговли И Вдруг Мы Увидели Воинов Их С Мечами И В Доспехах И Скоро Землю Нашу Прибрали К Своим Рукам И Пошла Иная Игра И Тут Мы Увидели Что Греки Празднуют А Славяне На Них Работают Итак Земля Наша Которая Четыре Века Была У Нас Стала Греческой И Мы Сами Оказались Как Псы И Выгоняли Нас Оттуда Каменьями Вон И Та Земля Огречилась И Теперь Мы Должны Были Снова Ее Доставать Проливая Кровь Свою Чтобы Она Опять Стала Родной И Богатой И Летела В небе Перуница И Несла Рог Славы И Мы Его Выпили До Дна И Витязей У Нас Стала В Десять Раз Больше Чем У Врагов Наших И Та Перуница Сказала Как Живые Русские Проспали Пашню Свою С Этого Дня Вы Должны Бороться За Нее И Тогда Сурья Сказала И Идите Русские И Делайте Это И Когда Мы Пришли В Край Свой То Ударились В Городскую Стену И Проделали В ней Дыру Для Себя И Для Наших И Оказались Тогда Сами У Себя И Решили Кому Присудил Перун Тот Попадет В рай Есть Яства Вечные В Сварге Быть Может Мы Сегодня Погибнем Но Мы Не Имеем Иных Ворот К Жизни И Лучше Быть Мертвым Чем Быть Чужим И Рабствовать На Чужих И Никогда Не Живет Раб Лучше Деспота Даже Если Тот Ему Потакает Мы Должны Были Слушаться Князей Наших И Воевать За Землю Нашу Как Они Говорят Нам И Тут Индра Пришел К Нам Чтобы Мы Сохранили Свою Силу В Бою И Стали Твердыми Чтобы Витязи Наши Одолели Чтобы Сила Наша Божеская И Нам Не Быть Побежденными На Поле Принесли Мы Жертвы Богам Своим На Руси И Гадали Смотря На Полет Птиц И Увидели Что Враги Должны Быть Повержены Долу В Прах И Кровь И Если Мы Кольцо Стен Пробить Осмелимся То За Ним Окажутся Греки Которые Не Имеют Силы Ибо Они Обабились И Мечи И Имеют Тонкие И Щиты Легкие И Скоро Они Устают И На Землю Брасаются По Слабости Своей И Не Успеют Они Получить Помощь От Василийцев И Потому Они Должны Будут Сами Встать На Защиту Свою И И Та Сураж Нашей Была И Станет Нашей И Не Должны Мы Их Слушать Они Говорили Что Установили У Нас Письменность Чтобы Мы Приняли Ее И Утратили Свою И Он Сказал Мне Что Мы Уничтожим Их И Унизим Хорсунь Для Нас Постыдную Мерзость И Будем Великой Державой С Князьями Нашими Городами Великими Несчетным Железом И Будет У нас Без Числа Потомков А Греков Уменьшится И Будут Они На Былое Девица И Качать Головами Делайте Так Ибо Будут У нас И Грозы Многие И Громы Гремящие И Два Княжества Объединятся И Встанет Многое Другое И Так Мы Победим Окончательно Утвердимся Навеки Многое Дадут Нам Боги И Ничто Нас Не Унизит Встаньте Как Львы Один За Одного И Держитесь За Князя Своего И Перун Будет С вами И Даст Вам Победу Слава Богам Нашим До Конца Веков И Земле Той Руси Отцовской Земле Нашей Всяких Благ И Так Будет Всегда И Бо Эти Слова От Богов Слова 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok